Итак, всем привет! С вами Станислав Орехов. Мы находимся с вами во второй части нашего видео, где мы рассматриваем 10 основных функций при разработке дизайн-проекта в соответствии со стандартом профессии дизайнера интерьера. И в этом видео мы поговорим с вами о пяти функциях, которые носят уже управленческий характер. Это будет ведущий дизайнер, это будет менеджер проекта, это будет комплектатор, арт-директор и руководитель студии. Вот пять руководителей и пять управленческих функций, которые входят в любой дизайн-проект, сейчас мы с вами детально обсудим. Давайте начнем. И первая функция — это функция ведущего дизайнера. Не путать просто с дизайнером. Чем отличается ведущий дизайнер от просто дизайнера? Он соединяет все данные от исполнителей в единую часть, то есть он смотрит за тем, чтобы все сочеталось, потому что, допустим, чертежник не может взаимодействовать никак с дизайнером либо с обмерщиком, то есть у них просто нет функции взаимодействия между собой. Все данные они пропускают через ведущего дизайнера, и ведущий дизайнер является таким вот главным костяком, через который идут разветвления на все необходимые элементы. То есть отдельно работает проектировщик, отдельно работает визуализатор, обмерщик и так далее. И все данные сходятся к ведущему дизайнеру, ведущий дизайнер соединяет это все вместе и уже согласовывает с клиентом. То есть это вот главное отличие. По-хорошему, ведущий дизайнер – это опытный специалист. Естественно, он уже знает, как делать сам проект, он умеет общаться с клиентом. Ведущий дизайнер также собирает анкету и техническое задание. Да, это тоже очень важно. Анкету и техническое задание разрабатывает и именно собирает ведущий дизайнер, а не дизайнер. То есть дизайнер может быть нанятый, которому просто ставится задача. А именно понимание задачи, именно понимание, что нужно клиенту, именно описание концепции, может быть, проекта, создание основной мысли, основной концепции, согласование с клиентом дальше всех этапов – именно этим занимается ведущий дизайнер. То есть на то и ведущий он ведет проект. Ведущий дизайнер может быть опытным очень товарищем и, в принципе, он может сочетать в себе вот эти все функции. Напомню, это обмерщик, декоратор, визуализатор, чертежник и сам дизайнер. И так часто и бывает. В ведущем дизайнере соединены все эти основные вещи. Но если он не хочет заниматься, либо у него есть какой-то помощник, допустим, визуализатор, он может просто это дело делегировать. Хороший ведущий дизайнер, он отличается тем, что он практически все делегирует и не делает все сам. То есть это чем лучше, чем опытнее ведущий дизайнер, тем больше у него помощников и чем больше у него проектов, тем больше и чаще он делегирует и, соответственно, больше успевает и занимается только тем, чем должен заниматься. В основном это понимание концепции и согласование презентации, согласование этих концепций непосредственно с клиентом. Вот это вот основное его отличие. Поэтому здесь вот тот спор, который возникает у очень многих, что как это так, я вот дизайнер, а в итоге ничего не делаю. Нет, можно делать все. То есть в этом случае вы не просто дизайнер, вы ведущий дизайнер. Самое главное отличие – ведущий дизайнер согласовывает все с клиентом. Как только вы общаетесь с клиентом, значит, вы уже ведущий дизайнер. Это первое. Значит, ведущий дизайнер, давайте еще раз отметим, согласовывает все, что получилось с клиентом, соединяет это все воедино, заранее делает анкету и составляет техническое задание, и дальше ведет авторский надзор и, собственно, отвечает за весь проект. Это его ключевое отличие. Что он делает еще? Он отвечает за техническую и творческую часть работы. То есть то, что он делегирует, он обязан принимать и комментировать работу исполнителей, если там кто-то сделал что-то не так. Ну и на авторском надзоре, если там что-то не клеится, либо что-то доработать нужно, ведущий дизайнер уже компетентен самостоятельно принимать такие решения. Следующий – это менеджер проекта. И менеджер проекта тоже очень полезная функция, потому что она позволяет ведущему дизайнеру заниматься именно творческой и технической составляющей проекта. А менеджер берет на себя все необходимые вещи по ведению договора. То есть он отслеживает количество часов, которые отработали сотрудники, либо ведущий дизайнер с менеджером. Он отслеживает, успевают ли или не успевают вписаться к сроку. Он напоминает ведущему дизайнеру, когда и что нужно сдавать. Он назначает встречи, он отвечает за финансы, он считает, если клиент попросил что-то доработать, либо исправить, сколько это будет стоить, составляет коммерческие предложения, помогает ведущему дизайнеру работать с исполнителями, то есть собирает вопросы и систематизирует эти вопросы, на какие может ответить сам отвечает, на какие не может передает это ведущему дизайнеру. В общем, делает все то, что ведущего дизайнера на самом деле отвлекает от самого процесса, потому что ведущий дизайнер должен заниматься именно творчеством и соединением технических элементов. Также менеджер может поработать с поставщиками, когда в середине проекта вдруг оказывается, что нужно посчитать либо там слаботочку, либо какие-то инженерные системы, вентиляцию, кондиционирование. Так вот, чтобы ведущий дизайнер не занимался именно вопросами, ответами и переговорами, менеджер может сам соединить двух специалистов, назначить встречу и в определенный момент, допустим, ведущий дизайнер поговорить с ведущим проектировщиком по вентиляции. В общем, задача менеджера, самое главное, снять все вопросы, касаемые проблем организационного характера с ведущего дизайнера. Также менеджер общается с клиентом обязательно по техническим моментам. То есть, когда получается так, что клиент хочет внести какие-то корректировки, либо что-то срочно обсудить, чтобы ведущий дизайнер не был постоянно на телефоне и не отрывался от своей работы, все эти данные, хоть посреди ночи, ну, утрирую, конечно, но, условно, в любое время он может передать менеджеру. Дальше менеджер отсортирует эти все данные и передаст спокойненько ведущему дизайнеру. Также задача менеджера согласовывать комментарии, когда ведущий дизайнер сдает работу по модели нашей работы и по правильной модели работы, ведущий дизайнер должен презентовать свой проект, дальше собрать комментарии, дальше подтвердить, что это все комментарии, обсудить их с клиентом, и клиент должен перед тем, как мы вносим комментарии, он должен их подтвердить, что это исчерпывающий комментарий, и остальное все окей. Так вот, вот это подтверждение – это очень такой сложный и долгий момент, потому что клиенты уклоняются чаще всего от того, чтобы подтверждать, то есть им хочется не подтверждать, а посмотреть, а потом подтвердить. А ведущему дизайнеру нельзя этого допускать, потому что в этом случае можно попасть на большое количество вариантов и быть постоянно должником, постоянно делать и переделывать. Вот чтобы этого не происходило, собственно, есть менеджер, который помогает клиенту подтвердить в письменном виде, что это все комментарии и это то, что нужно, то есть чтобы были зафиксированы договоренности на бумаге. Также, если возникают вдруг какие-то юридические вопросы, юридические моменты, менеджер очень внимательно следит за договором, буквально последовательно все акты, которые нужно подписывать, он подписывает, и все письма, которые необходимо тоже получить для подтверждения, чтобы двигаться дальше, он тоже подтверждает. Ну и, конечно же, следит за сроками. В общем, менеджер и ведущий дизайнер – это такая боевая единица, команда, которая позволяет очень качественно и здорово решать проект. То есть если вы работаете как ведущий дизайнер, выполняете вообще все функции, то есть как минимум надо взять помощника на то, чтобы, просто помощника, да, чтобы ограничить себя от каких-то административных частей, административных работ. Этим занимается именно менеджер проекта. Менеджер проекта обязательно знает весь процесс дизайн-проекта, он знает договор, он знает, как общаться с клиентом, он очень деликатен, но при этом настойчив. То есть это такая очень важная часть нашей работы. Кроме того, менеджер следит за системой ведения проектов, за тем, чтобы все файлы от сотрудников приходили вовремя, чтобы они были оформлены так, как нужно, в том разрешении, чтобы все файлы тоже были на месте, текстуры на месте, и он дальше архивирует проект, то есть следит за тем, чтобы еще и данные не пропадали. В общем, такой многозадачный и очень важный человек, который облегчает творческому человеку, дизайнеру, именно его творческую работу. Незаменимый административный помощник. Дальше у нас идет комплектатор. Когда проект готов, у нас есть ведомости, где прописано, что нужно купить, в каком количестве, и дальше нужно это все дело купить. Комплектатор помогает на реализации уже клиенту купить то, что заложено на дизайн-проекте. Он работает с поставщиками, заключает агентский договор, если нужно, заключает с клиентом договор по комплектации. Сам, кстати, является тоже менеджером своего проекта, то есть менеджером комплектации. Сам следит за количеством, за сроками, за переработкой, сам принимает деньги. В общем, комплектатор тоже самостоятельная единица. Он также общается с клиентом, но комплектатор включается в работу уже на стадии, когда дизайн-проект сдан. То есть в самом проекте комплектатора нет. Естественно, он может помогать, но это как бы опционально. На самом деле весь проект в любом случае на стадии проекта делает дизайнер. То есть его задача входит в том числе скомплектовать мебелью, материалами в том объеме, в котором договорились в рамках договора. А вот уже купить, привезти на объект вовремя, выбить скидку, найти замену и так далее, это все делает комплектатор. Следующая позиция – это арт-директор. Что же делает арт-директор? Арт-директор – это такая совесть студии, и он отвечает на самом деле за качество. Директор отвечает за философию, за то, что делает ведущий дизайнер. Это соответствует тому, в чем заключается работа и качество работы студии. Арт-директор – это ценнейший кадр, потому что он за минимальное количество времени может подсказать какие-то решения, которые ведущий дизайнер просто глаз замылился, ему нужно показать и дать напутствие, как это можно сделать. То есть арт-директор обучает, он слить за философией, и он является таким промежуточным звеном между тем, как ведущий дизайнер показывает работу клиента. То есть он гарантирует качество. Перед тем, как ведущий дизайнер сдает работу клиенту, допустим, планировку, он сначала показывает ее арт-директору. Арт-директор говорит, да, нормально можно показывать, либо говорит, нет, что-то не очень, можно поменять то-то и то-то. Также, если ведущий дизайнер той же планировки не уверен, то есть он делает несколько вариантов и не может выбрать, какой лучше, он показывает это не клиенту, несколько вариантов, он показывает это арт-директору. Арт-директор выбирает тот вариант, который необходим, Дальше ведущий дизайнер его дорабатывает и презентует его уже как свое решение. Art Director не общается и не работает с клиентом, то есть он работает именно для того, чтобы ведущий дизайнер лучше выполнял свои действия. Также Art Director назначает команду на проект в лице менеджера и ведущего дизайнера. Дальше менеджер и ведущий дизайнер уже самостоятельно, независимо от директора, могут взять себе помощников, чертежника, обмерщика и так далее. То есть всех тех людей, которые являются у нас помощниками. Но назначение на объект происходит именно от Art Director. Дальше, если менеджер не справляется, либо ведущий дизайнер не справляется, друг другу они говорят об этом Art Director, то есть если ведущий дизайнер не справляется, по срокам, допустим, не успевает менеджер, говорит Art Director, что что-то идет не то. И наоборот, если ведущий дизайнер видит, что менеджер не справляется со своей частью, то он Art Director тоже говорит, что можно заменить. И в этом случае именно Art Director может заменить команду. Также Art Director хорошо видит тех сотрудников, которые сейчас свободны, и которые подойдут под данный тип проекта и под данный тип клиента. То есть он назначает, допустим, тех, кто хорошо делает Provence, именно работу над интерьером в стиле Provence. Те, кто классику делает, он дизайнера по классическому интерьеру назначает. Кто к современному больше, к эко-стилю какому-то, он, соответственно, на эти проекты. То есть он выбирает из доступных сотрудников тех, которые лучше всего справятся с задачами. Art Director является еще специалистом, который создает, собственно, шаблоны, по которым нужно следовать. То есть он задает правила и инструкции. То есть есть правила оформления чертежей, как мы оформляем. Есть правила оформления последовательности работы, как должна выглядеть визуализация, как должны выглядеть планировки, чертежи, обмеры. В общем, весь процесс он курирует на основании своего видения качества. Создает сам или с помощью помощников инструкции, и эти инструкции хранятся в стандартах организации для того, чтобы все сотрудники знали не просто по чек-листу, что нужно выдать для того, чтобы их работа была завершена, но и конкретно, собственно, как это выглядит. Как должен выглядеть финальный альбом, как должен выглядеть альбом ТЗ и все остальное. Следующий – это руководитель студии. И руководитель студии отвечает за финансовую составляющую, конечно же, работы. И он по итогу проекта смотрит, насколько эффективны получились сотрудники. В своей работе менеджер проекта, он также считает, сколько часов, сколько времени истратили те или иные сотрудники на проект. И создает вот такой вот отчет по проекту, в котором показана эффективность проекта, в котором показано, какие сотрудники, сколько истратили времени. И по этой табличке видно, кто эффективный, а кто нет. И дальше эту работу, этот отчет смотрят вместе руководитель студии, менеджер, может быть арт-директор, ведущий дизайнер и понимают, насколько проект был удачный, понимают, кого похвалить, кому дать бонусы, а кого поругать и понять, что там было что-то не так, либо со стороны студии, либо со стороны клиента, либо еще по каким-то вопросам, в общем, почему проект получился невыгодным. Вот об этом во всем заботится руководитель студии, но чтобы у него были данные, менеджер собирает эти данные по самому проекту. Также руководитель студии, когда начинает вообще заниматься разделением обязанностей, он выявляет стратегию цели, он ставит установку, как мы работаем с клиентами, с сотрудниками, с проектами, что для нас наиболее важно в данный момент отношения с клиентами, денег больше заработать, либо репутацию себе заслужить. То есть он именно стратегию и философию прорабатывает. Дальше под эту стратегию и философию руководитель студии берет себе арт-директора, и дальше уже арт-директор назначает себе сотрудников на выполнение проекта. Руководитель никаким образом не вмешивается и не участвует в рабочем процессе, в самом производстве, он только смотрит итоговый результат, что получилось хорошо, что получилось плохо и почему так получилось. Также руководитель студии является связующим звеном между производством, отделом производства и между другими отделами. То есть для того, чтобы получить данные, допустим, в отдел маркетинга, либо в административный отдел, нужно взять какие-то данные из отдела производства. К примеру, когда мы выполнили проект полностью, у нас есть картинки изображения в виде визуализации, которые нужно разместить на сайт, взять интервью, как шел процесс, какое-то описание сделать и разместить на сайт, дальше опубликовать эту всю историю. Так вот, это уже вне отдела производства, это в отделе продвижения. Так вот, руководитель студии, собственно, назначает передачу данных между отделом производства и другими отделами. Если в процессе вдруг выяснилось, что в договоре произошли какие-то проблемы и нужно внести какой-то пункт новый, да, либо исправить уже существующий, ну потому что он как-то не так работает, либо составит новый договор, то тоже через руководителя студии менеджер выдает задачу на исправление, допустим, договора, руководитель подтверждает все это дело и передает в административный отдел, где юрист это все дело поправит и опять назад передаст. То есть руководитель студии дает именно согласие, он утверждает все документы, все производственные процессы, он утверждает финансовую политику, кому сколько, когда бонусов давать. В общем, он отвечает именно за механизм работы, за настройку механизма работы студии, именно за тюнинг. И также руководитель студии, естественно, финансово отвечает за все результаты, то есть он и принимает деньги и отвечает, если что-то пошло не так, значит, выплачивает какие-то компенсации клиенту по договору. В общем, он полностью финансово зависим от работы студии, от работы сотрудников. В общем-то, такая история. Итак, все эти данные, сейчас мы обсудили 10 разных специальностей. Еще раз хочу отметить и напомнить самое важное. Это вот максимальное деление, которое возможно, которое соответствует стандарту профессии, которое вы можете сделать. Но это не обязательно нанимать 10 человек на один проект. Это имеет смысл делать, если единовременно выполняется в месяц там несколько проектов. Если проектов пока немного, то все эти функции совмещаются в одном специалисте. Фокус в том, что как только у вас получается взять больше проектов, взять клиентов и хотите взять помощников, то есть вы выделяете именно ту функцию, которая описана именно в стандарте, и на эту функцию нанимаете себе специалиста. В общем, делаете все самостоятельно, но выделили визуализатора. Все, визуализацией не занимаетесь, но визуализатор задает вам по определенному стандарту, по определенному формату, в определенной последовательности, в определенный момент времени. И вы это знаете, и он это знает, все понимают. Дальше не хотите чертить, берете чертежник, и чертежник тоже сдает и выполняет работу так, как нужно, и подсоединяется. Надоело общаться с поставщиками, берете менеджера, сажаете его, он принимает все входящие. Тоже менеджер, ясно ему, что делать, как делать, в какой последовательности, как, когда вас беспокоить, когда беспокоить не стоит. Ну и так потихонечку дизайнер, в принципе, выходит в руководителя, и идеально, если он все делегировал, взял арт-директора, то есть, по сути, руководителя мастерской, либо студии, и арт-директор уже дальше руководит отделом производства, а руководитель только смотрит за отделом производства по финансовым показателям и меняет стратегию, если это необходимо, меняет цели, там, раз в год, или раз в полгода, либо раз в два года, когда удобно. И занимается развитием студии, поиском клиентов, продвижением, административными какими-то задачами и делает так, чтобы студия росла. То есть, каждый должен заниматься своим делом. Вот такая вот у нас получилась конструкция. Применяйте ее, если она вам как-то близка. Если не близка, то попробуйте ее понять, абстрагируясь от своего опыта и просто посмотря на всю эту конструкцию немножечко свысока. Это очень-очень полезная вещь, потому что позволит делегировать и позволит расти. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь на них ответить. И увидимся в следующем видео. Спасибо. С вами был Станислав Орехов. Если эта информация была полезна и интересна, поделитесь ей с друзьями. На этом пока все. Продолжение следует...